После бурных событий, связанных с арестами, задержаниями и удержаниями в неволе, после массы министров и даже вице-премьеров Республики Башкортостан, наступило некоторое затишье и в новостной повестке, и вообще как-то в Республике, потому, конечно, минувший понедельник оперативное совещание не было каким-то феноменально интересным, но все-таки мы постарались выудить из этого скучного совещания хоть что-нибудь интересное. Из примечательных вещей отмечу, что уже который раз подряд на оперативном совещании отсутствует господин Мурзагулов. Судя по всему, он окончательно изгнан в сферу Ютьюба и организации процессов в общественной палате. Ростислав Равкатович, видимо, окончательно утратил какое-либо влияние в медийном пространстве вокруг правительства Республики Башкортостан и тихонечко отполз в направлении телеграм-канальчиков, всевозможных пилорам и прочих техасов Хабирова, где он, собственно, излобствует и штампует свои вот эти странные фейк-ньюс по поводу арестов то Ленара Ивановой, то Максима Забелина, ну, в общем, где-то там теперь Ростислав Равкатович, что, собственно, еще более скучными делают оперативки, потому что смотреть на него было как минимум забавно. Если уж мы заговорили о визуальных спецэффектах, то хотя бы нам оставили пока из числа такого смешного и веселого, оставили на первом ряду оперативного совещания Александра Геннадьевича Сидякина, который, ну, все больше и больше стал каким-то таким вот визуальным раздражителем, в том смысле, что его постоянно колбасит, он дергается, чешется, смеется не к месту, как-то его все время очень так вот вибрирует земля башкирская. Видимо, вот после последних высказываний в отношении пришлых депутатов Александра Геннадьевича отторгает башкирскую территорию. Заканчиваем шутить не смешные шутки и переходим к серьезным вещам, а именно к вступлению Хабирова, которым сделал на этом оперативном совещании. Оно было достаточно лаконичным и, в общем-то, содержательным. Во-первых, в строках почему-то Радий Фаритович заявил о том, что наконец-то через 30 лет тоннель восточного выезда сомкнулся, как он выразился. Но действительно, с 1992 года этот тоннель был разомкнут, теперь его сомкнули. Хабиров обещает закончить до конца 1922 года этот тоннель и вообще восточный выезд, что, собственно, видимо, возможно, конечно, если делать все правильно, если иметь ту сумму денег, которую необходимо истратить. Однако появляется масса сомнений в способности Хабирова и его команды совершать столь сложные технологические подвиги, глядя на улицу Комсомольскую. Потому что то, что происходит на улице Комсомольской сейчас и происходило последние полтора года, навевает очень грустные мысли о том, что в сложных отраслях команда Хабирова ничего не может сделать и нас ждут какие-то вот такие вот подобия техногенных катастроф. Того, что происходит сейчас на Комсомольской, когда там все плывет, заполнилось водой, все разломанные части проезжего полотна и вот эти горы, земли, брошенная техника и обещания о том, что в 2021 году эти работы будут закончены, вот это все, конечно, слегка печалит. Восточный выезд, еще более сложный технологический объект, там и мост, там и вот этот тоннель и связанные с этим всякие технические решения. В общем, конечно, с тревогой я смотрю на перспективы этого странного и неоднозначного с экономической точки зрения объекта. Ну и, конечно же, в своем вступлении Хабиров комментировал передачу части акций Башкирской содовой компании в собственность и в пользование Республики Башкортостан. Естественно, глава региона не мог обойти столь значимое событие и начал комментировать это событие ради Хабиров именно с правильного толкования события. Потому что, как ему показалось, процитирую, некоторые сразу начали неправильно понимать «это не подарок президента, это большая ответственность». Далее Хабиров пространно и путанно рассуждал о том, что такое ответственность и как важно ее оправдать. Здесь, собственно, нужно сразу понять, кто вот эти некоторые, которые неправильно поняли. Судя по всему, те самые узколобые, которые, например, не готовы объединять вузы и исполнять прочие капризы и прихоти Хабирова и его команда. И вообще, много ли этих некоторых, и что за странные толкования передачи вот этих вот акций из федеральной собственности в республиканскую. На самом деле, все просто, мы уже и так поняли. Государство отжало крупную компанию и сейчас поручило радио Хабирову решать все технологические проблемы и социальные проблемы, в том числе, до кучи, связанные с этим комбинатом. Прибыль, понятное дело, будет делиться должным образом на Совете директоров. И часть ее, конечно же, будет доставаться Республике Башкортостан, собственно, как было и раньше до всего этого. Тут ведь разница только в том, что часть акций, которые принадлежали частникам, физическим лицам, теперь принадлежит государству. То есть, Владимиру Путину и его команде. Собственно, вот вся разница. Что тут непонятного, Радий Фаридович? Мы все правильно поняли. Это у вас там где-то, наверное, в правительстве какие-то разночтения существуют. Вопреки ожиданиям и распространившимся во множестве слухам, Хабиров на оперативном совещании не огласил никаких кадровых перестановок. Действительно, на прошедшей неделе ходило очень-очень много слухов о том, что Ратмир Мавлиев становится министром ЖКХ. Некий Муслимов, бывший вице-мэр Уфы, становится на место Морзаева. И так далее, и так далее. Всякие такие слухи. Опять до кучи, значит, Рената Баширова туда приплели. Ему пророчили какую-то руководящую должность в Совете директоров башкирской содовой компании. В общем, ничего этого Ради Хабиров на оперативном совещании не провозгласил. Ренат Баширов продолжает сглатывать слюну. Ратмир Мавлиев разбирает чемоданы и распускает уже было собравшуюся ехать в Уфу команду. В общем, пока нет. Причем Хабиров настолько не огласил кадровые изменения, что он даже умолчал о том, что в реальности произошло. А произошло некоторое перераспределение обязанностей внутри правительства. А именно Хабиров отобрал у болеющего ковидом Илшата Таджигинова право курировать комитет по развитию предпринимательства. И возложил обязательства по курированию этого комитета на себя лично. То есть Хабиров теперь будет у нас курировать вот это горе ведомство госпожи Бойцовой. Лично будет наводить там порядок. Я надеюсь, что Ради Фаридович воочию убедится в том, во что превратилось это несчастное ведомство. Насколько оно сейчас функционально у нас не работает и вообще не нужно правительству. Я думаю, что это несколько ускорит процесс низложения госпожи Бойцовой и изгнания ее обратно в город-герой Москву. Далее по расписанию оперативного совещания следовал вопрос о мерах по борьбе с ковид-19. Естественно, господин Забелин делал доклад. Обращу ваше внимание, что по мнению и по данным господина Забелина, министра здравоохранения Республики Башкортостан, а теперь еще и вице-премьера, курирующего социальную сферу. Так вот, по данным этого очень информированного человека, в Башкирии за весь период, за год с лишним, пандемия заболела этой страшной болезнью менее 1% населения. Ну, далее Забелин рассказал, что мы получили уже 183 тысячи доз прививок гам-ковид-вак, что, собственно, составляет 3,5% населения и тоже не дает никакого коллективного иммунитета. В общем, Хабиров в полуха слушал Забелина. Доклад Забелина был коротким. Он стал настолько же коротким, насколько стал в последнее время, когда еще была возможность докладывать у господина Беляева. Судя по всему, Максим Васильевич тоже готовится к судьбе этого вице-премьера, который, напомню, сейчас находится под домашним арестом. И доклады его становятся все короче, короче, и скоро они будут, наверное, длиться рекордные 30 секунд, как у Бориса Владимировича. Комментируя выступление Забелина, Хабиров отметил два момента. Первое, это то, что Россия и Башкортостан все-таки являются островками благополучия, вокруг которого бушует страшное море пандемии COVID-19. Во всем мире заболеваемость растет. Вот в Турции, например, вчера за сутки было отмечено 30 тысяч заболевших, а на всю Россию, кстати говоря, 8 тысяч. А Россия все-таки побольше Турции в два раза. Ну, в общем, Хабиров, комментируя Забелина, как обычно, нагонял жути. Но в этот раз Хабиров отметил еще одну необычную вещь. Он отметил, что наблюдается в Башкортостане феноменально высокий процент заболевших среди госслужащих и служащих административных органов власти. Просто феноменально высокий процент заболеваемости. И учитывая, что по официальным данным в Башкирии заболело меньше 1% населения, то складывается впечатление, что болеют-то только чиновники. То есть COVID-19 диагностируется, видимо, чиновникам сразу. И их сразу же быстро и эффективно лечат в этих специальных лечебных заведениях, всевозможных COVID-госпиталях и прочих замечательных, комфортных медицинских учреждениях типа РКБ-2. И вот эти меньше 1% заболевших. А всем остальным, что диагностируют и где их лечат? Вне больничную пневмонию или еще что-то такое непонятное. В общем, Хабиров сам сорвал покров таинственности с состава заболевших в Республике Башкортостан. Судя по всему, COVID-19 разрешено болеть в Башкирии только чиновникам и служащим органам госвласти. Вторым докладом по сценарию, как обычно, шел доклад о проблемах и катастрофах. Речь идет о докладе о ситуации в ЖКХ на дорогах и чрезвычайных ситуациях. И все три докладчика в этот раз, конечно, не порадовали ничем. Ирина Александровна Голованова, которая исполняет обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства, пока Борис Владимирович Беляев сидит под арестом. Собственно, ничего Ирина Александровна такого особого не сообщила. Она постыдилась, как-то постеснялась рассказать нам про тот странный конкурс о благоустройстве нескольких городов в республике Башкортостан, который был заявлен одним лотом на прошедшую неделю, по-моему, на сумму аж в целый миллиард рублей. Судя по всему, не все еще схематозы в ЖКХ раскусил Радий Фаритович. Я бы советовал ему повнимательнее приглядеться к этому ведомству. Но, действительно, там опять какой-то совершенно фантастический конкурс объявлен с абсолютно неисполнимыми в реальности условиями. То есть, он изначально заточен на то, что кто-то будет опять перепродавать вот эти подряды там под 25% стоимости и так далее, и так далее. Ну, ровно о том, о чем нам в прошлый раз с гневом и пафосом рассказывал Хабиров. Ну, собственно, министерство ЖКХ, видимо, иначе и не умеет. А еще Ирина Александровна нам поведала о феноменальном событии, о том, что город Агидель и город Янаул получили некие почетные звания. Ну, нет, боже упаси, не звание города-героя или города-воинской славы, слава богу. Но, по крайней мере, они получили звание города с комфортной городской средой. Уф, ну вот я вас умоляю. Жители города Янаула и Агидели, они вообще вот знают об этом? И зачем нам слушать вот эти вот какие-то фейк-ньюс на тему вот этих вот фейк-званий, которые, ну вот, видимо, призваны только для того, чтобы, ну, как хоть сколько-нибудь оправдывать существование самого вот этого аппарата управления Министерства жилищно-коммунального хозяйства. Далее выступал исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Жульков Виктор Михайлович. В отсутствии бежавшего с поля боя господин Морзаева Виктор Михайлович сообщил нам о том, что его ведомство никак не может улучшить статистику травматизма и смертности в ДТП. Погибших сейчас на данный момент ДТП столько же, сколько в аналогичный период прошлого года. Собственно, это не устраивает Хабирова, он требует снижения этой численности. В общем-то, Жульков не справляется с задачей и не может уменьшить эту статистику. И что-то мне подсказывает, что Хабиров все-таки будет подыскивать на место Жулькова стационарного постоянного нового министра. Далее выступал представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям, господин Гумеров. Тут вообще странно все. Аж целых 7 человек на прошедшей неделе у Гумерова сгорели в пожарах. Тоже нехорошая цифра, тоже какой-то непонятный рост. Хотя, казалось бы, вроде как отопительный сезон миновал. Люди перестают столь интенсивно топить печи, либо обогреваться электричеством. Но, тем не менее, в области пожаров у нас тоже все, не слава богу. Хабиров никак не комментировал выступления этих всадников апокалипсиса. И перешли к более приятным историям. Заслушали министра сельского хозяйства Эльшатов Ильдусовича Фазарахманова, который в последние месяцы и даже, пожалуй, в последний год является исключением и является носителем добрых вестей. Именно агропромышленный комплекс Республики Башкортостан неизменно радует своими результатами дорогого Радия Фаритовича. Ильшат Ильдусович бодро и с энтузиазмом, воодушевлением сделал доклад на тему об экспортной деятельности хозяйствующих субъектов агропромышленного комплекса Республики Башкортостан. Ильшат Ильдусович сообщил нам, что в 2021 году он планирует экспортировать сельскохозяйственные продукции аж на целых 150 миллионов американских долларов. На самом деле это, конечно, очень немного. Это оборот одного приличного крупного сельскохозяйственного предприятия, но, как говорится, лиха беда начала. Из примечательного я бы отметил такую вещь, что 50% экспорта из Башкортостана сельскохозяйственной продукции приходится на масложировую продукцию. А именно в основном, в подавляющем большинстве, на подсолнечное и прочие растительные масла, которые мы экспортируем, кстати говоря, в Китай. Это, конечно, не особенно почетные позиции, потому что мы понимаем, что Китай потребляет все только самое дешевое и самое, скажем так, умеренное по качеству. Но вот такова структура экспорта из Башкортостана. 46 стран планируют охватить Элшат Элдусович экспортом из Башкортостана. К моему великому удивлению, он умудряется экспортировать даже сладости в Турцию и Иран. Страны, традиционно самостоятельно справляющиеся с этой товарной позицией, но тем не менее. Еще любопытную вещь сообщил нам Элшат Элдусович в своем кратком и победоносном докладе. Это то, что он умудряется экспортировать мед в Арабские Эмираты. При этом башкирский мед на рынке стоит вдвое дороже, чем вообще любой другой мед, который существует на мировом рынке. Мы вообще, конечно, обращали внимание, что башкирский мед очень дорогой. В последние годы немножко как-то меркнет вот это вот эксклюзивное право считаться лучшим в мире медом за башкирским медом. Тут и скандалы с этими нашими медовыми чиновниками и прочими вещами. Вот эти всякие разбавленные, фальшивые и прочие сорта меда, которые присутствуют на московских рынках, очень подорвали репутацию башкирского меда. Да еще и вполне себе обоснованные научные изыскания, которые говорили нам о том, что алтайский мед существенно превосходит по составу башкирский мед. Да и многие другие регионы подтянулись и умеют делать эту продукцию вполне себе неплохо. В общем, меня лично очень удивило, что башкирский мед неконкурентоспособен на рынке и вдвое дороже своих аналогов или даже превосходящих по качеству образцов меда на мировом пространстве, которое вообще в принципе потребляет эту продукцию. Далее следовал доклад госпожи Головановой о том, как трудно и почти невозможно ей заполнить государственную информационную систему ЖКХ. Но мы об этом говорить не будем. Во-первых, это вопрос сугубо технологический. Во-вторых, сам доклад носил достаточно абстрактный характер. Она рассказывала о своих проблемах и невозможности исполнить поставленную перед ней задачу. Потому мы дождемся того, когда эта задача все-таки будет исполнена и посмотрим, как это получилось у госпожи Головановой либо у того человека, который займет место господина Беляева все-таки в кресле министра жилищно-коммунального хозяйства. Мы благодарны всем тем, кто помогает нашему каналу. Причем помогать каналу можно очень по-разному. Кто-то ставит лайк, это бесплатно и быстро. Кто-то подписывается, и это нужно точно сделать. Потому что по последним данным статистики нашего канала только 27% из тех, кто смотрит канал, подписаны на канал. Огромный потенциал подписки. Можно помогать каналу материально, причем самым разным способом. Можно просто перечислить деньги на расчетный счет, который мы указываем в каждом выпуске. А можно стать спонсором, нажав на синюю кнопочку. Вариантов очень много. Всем тем, кто помогает каналу, мы безумно благодарны, потому что это очень важно и очень нужно нашему каналу. Пятым вопросом был, собственно, самый интересный вопрос этой оперативки. Вопрос о качестве школьного питания. И в этот раз выступал не только Гусев Алексей Николаевич, который, собственно, и курирует всю вот эту вот весьма криминальную сферу в Республике Башкортостан, но появилась новая традиция. Теперь все, что касается широких общественных масс и все, что касается вопросов, которые нельзя замять либо обсуждать в закрытом режиме, поручается дополнять госпоже Прочаковской. Ну, как я уже и говорил, госпожа Прочаковская прочно заняла место Мурзагулова вот в этой вот конструкции власти и в конструкции команды Хабирова, потому ей отводится роль некого громоотвода, который, вот, значит, выступает и рассказывает, как, оказывается, все мы успешно и удачно делаем, несмотря на некоторые трудности. Ну, вкратце, вот такова ее роль. Вернемся к докладу, первичному докладу господина Гусева, который, напомню, должен был опять доложить о том, как все лучше и лучше становится школьное питание в Республике Башкортостан. Напомню, что в предыдущий раз как-то очень было все негладко, какие-то были нарекания, да и на самом деле вопросов с питанием очень много. Господин Гусев сразу же взял быка за рога. Он перечислил все те титанические усилия, которые предпринимает его ведомство с целью навести порядок на рынке детского и школьного питания. Напомню, что свыше одного миллиарда рублей Республика Башкортостан теперь получает из федерального центра, фактически из теплых ладоней лично Владимира Владимировича Путина, для производства детского питания. И вот судьба этого миллиарда, видимо, не дает покоя башкирским чиновникам. Некоторые из них хотят погреться у костра, другие завидуют оном и пытаются занять их место. В общем, идет некоторая борьба. В процессе этой борьбы Алексей Николаевич предпринимает меры. Так вот, что же он сделал? Теперь у нас в связи с борьбой за качество школьного питания происходит следующее. Ежедневное фотографирование блюд, контроль родителями блюд, открытость в области школьного питания, которую господин Гусев называет политикой открытости, прямо как Горбачев, цветовая индикация блюд по мере вредности, QR-коды, через которые можно отслеживать накладные, сырье, источники для производства этого самого питания, оценочные листы с баллами и так далее. В общем, весь этот комплекс мероприятий по своей стоимости, значимости и сложности ушел далеко за черту целесообразности, и потому, наверное, проще было бы деньгами раздавать родителям вот этот миллиард с хвостиком, а родители бы что-нибудь придумали по поводу детского питания. Но нет, Алексей Николаевич ни в коем случае не готов доверить безответственным родителям столь ценную вещь, как миллиард рублей, и все-таки настаивает на том, что он лично в состоянии его осваивать. Гусев договорился до совершенно каких-то фантастических формулировок, в частности, я его процитирую. Не только качество пищи вызывает нарекания, но и сами блюда. Задумчиво изрек Алексей Николаевич. В общем, вот как-то так. При этом всем господин Гусев заявляет, что за март месяц на 4-х миллионную республику пришлось всего 65 жалоб на качество школьного питания. То есть еще немного, и счастливы будут все. Прозрачно намекая на то, что пора бы замять обсуждение этого вопроса, а то становится слишком горячо, господин Гусев уступил место на трибуне мадам Прочаковской. Больше обычного, подпустив слезы в голос, мадам Прочаковская в начале своей речи почему-то по имени-отчеству начала перечислять начальство. И так увлеклась, что вопреки обыкновению перечислила не двоих, а аж всех троих, не забыв упомянуть и господина Сидякина, который в этот момент как раз сидел и дергался на своем месте в первом ряду. Сразу же после перечисления начальства мадам Прочаковского с завоеванием перенеслась в первый лицей города Уфы, где родители возмутительным образом заявляли о том, что еда несъедобна, а дети еще более возмутительным образом фотографировали еду на свои мобильные телефоны. Мадам Прочаковского характеризовала ситуацию так, что были выявлены некоторые нарушения, а вот, например, в 91-й школе там и вообще все вовсе незначительно. Елена Анатольевна отметила, что есть некоторое количество жалоб на холодную пищу, но вот в Тешлинском районе зато перешли практически полностью на безналичную оплату карты ОЛГА, чем, видимо, попыталась сделать приятное начальство. А в Баймаке особенно абсолютно все в порядке, процитирую я Елену Анатольевну. Ну, в общем, дело шло к тому, что сейчас она уже заявит, что, как обычно, перестали жаловаться на еду вообще, и все стало прекрасно замечательно, но тут Хабиров прерывает Прочаковскую самым беспощадным образом и требует перейти к существу. Вот тут действительно, я в очередной раз, сам себе не веря, занимаюсь сторону Хабирова. Мадам Прочаковская – это какая-то пионер-вожатая, вот уровень действительно пионер-вожатый, где-то конца 80-х, по уровню подачи материала, по уровню осознания того, что она делает, она не дает информацию, она отрабатывает номера. Перечисляя вот этих вот, суть по всему, заказанных ей директоров школы и всяких лицеев, либо хваля каких-нибудь тоже не менее заказанных ей руководителей районов, она совершенно не понимает, что структурные ее доклады не носят информационного характера, не описывают ситуацию в принципе, а дают лишь только частные примеры. И вот уже вот это вот стало раздражать самого Хабирова. Хабиров, повторюсь, потребовал перейти к существу. В ответ на это женщина-агитатор попыталась перейти к цифрам. Тут стало еще смешнее, если честно. Она рассказала нам про статистику обращений граждан по поводу школьного питания в марте. Елена Анатольевна сообщила нам, по сути, о чуде. Потому что 1, 2 и 3 марта у нее было по 30 обращений от граждан, а все остальные дни марта было 1-2 обращения. Ну, с точки зрения теории вероятности, этого быть не может, это чудо. И я полагаю, что мадам Прочаковскую нужно передать для исследований в конгрегацию доктрины веры Ватикана Монсеньора Феррера. И я думаю, что он будет заинтересован исследовать вот этот феномен под названием Елена Анатольевна Прочаковская. Собственно, передать ее нужно туда вместе с инцидентом. Потому что, ну, собственно, инцидент, на данный момент вот эта система инцидент является, наверное, основным источником божьих чудес не только в Республике Башкортостан, но и на всей территории Российской Федерации. Вот то, что нам повествует мадам Прочаковская, иначе назвать нельзя. Есть большой соблазн назвать это враньем, но мы пока этого делать не будем. Еще одним главным и существенным сходством между информацией, которую выдает нам Прочаковская под видом работы вот этого ее инцидента, является то, что, как и чудеса божьи, данные инцидента никто не может ни проверить, ни опровергнуть, ни сопоставить с чем-либо еще. Это вещь в себе. Именно так и нужно воспринимать эту информацию. Некоторое время, да, пожалуй, что уже и целых два года, Ради Фаритович, к сожалению, воспринимал всю эту информацию как абсолютную святую правду, и питался ей, и купался в ней, но, тем не менее, суровая реальность накрыла и Ради Фаритовича. Мы понимаем, что, что бы там ни плели Гусев и Прочаковская, какие бы там они вот эти чудесные цифры марта, они не выдавали, реальность на самом деле суровая и беспощадна. Если в школе кормят плохо, ни один нормальный ребенок есть это не будет, а ни один нормальный родитель платить за это не будет. Как бы не принуждали там собирать деньги всех этих несчастных заучей и учителей, как бы в этих несчастных районах не заставляли там через чуть ли не глав администрации увеличить численность питающихся в школах, но не будут люди платить последние деньги за какую-то дрянь, в которую превращает миллиард Путина, господин Гусев, видимо, в доли с мадам Прочаковской. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова